8 марта. Международный женский день. С детства, так уж повелось, в нашей семье мы всегда поздравляли женщин. По крайней мере, так учили меня мои родители. Эта история произошла именно на 8 марта. Скажу честно, мне очень стыдно про это рассказывать, но я расскажу. Друзья, сколько себя помню, мне всегда нравились, как мужчине, женщины постарше. Помню первые такие фантазии, которые я даже еще не осознавал, возникали в старших группах детского садика. Я мог часами, прям часами заглядываться на фигуры своих воспитательниц. Как сейчас помню, в каких коротких юбках ходили эти воспитательницы, и даже не догадывались, что за ними уже не по-детски наблюдает этот реальный пацан. В школьные годы, чего уж там греха таить, было дело, я также засматривался, но только уже не на фигуры, а больше на ножки. Причем особенно манили мои мальчуковые фантазии. Именно учительницы лет 35-45, мне нравилась их томность и надутость форм. И в то же время строгость учительниц делали целый вулкан фантазий любовного плана. Почему-то сверстницы и девушки после института так меня не притягивали. Вы не поверите, так и летели мысли, как я залажу этим зрелым преподшим под юбку. Потом уже в 8-9 классе у меня было много классных, стройных, суперских девчонок, одногодок. Но желание побыть с женщиной постарше не покидало меня никогда. Кстати, если у вас было что-то подобное или вам просто нравятся мои воспоминания, то обязательно поставь лайк под этим видео. Ну а мы продолжаем. Поэтому совершенно неудивительно, что когда я уже был вместе со своей женой, ее мама с интересно пухлыми формами и стройной фигурой привлекала меня не по-детски. И это несмотря на то, что моя жена спортивная и сногсшибательная женщина. И во всех критериях абсолютно меня всегда устраивала. Но нехорошие мысли по отношению к теще не давали мне покоя. Даже во сне я думал о ней. Понимаете, теща это именно та женщина, про которую говорят. От нее веет страстью. Таких хочется всегда. На то время мы с женой жили, она у себя, с мамой, а я со своими родителями у себя. Юные, жизнерадостные. И даже на то, что жили порознь, это никак не влияло. Не было никакого негатива. И наши отношения были просто суперские. И я, и моя жена работали на заводе рабочими. И заочно учились в разных институтах. Поставьте лайк, если у вас в жизни тоже было схожее. Как сейчас помню, 8 марта нам на заводе дали аванс перед праздником. Жена была в отъезде на институтской сессии начитки в другом городе. И вечером должна была приехать домой, чтобы вместе отмечать 8 марта. Я же, поздравив женщин в своем заводском коллективе, отпросился с работы и отправился в парикмахерскую и на рынок, чтобы купить хороший букет своей любимой. Именно на рынке можно было хорошо поторговаться и взять его подешевле. Сделав все это, я радостный побежал домой. Нагладил брюки, набрызгался в то время батиным одеколоном и отправился в другой конец города поздравлять свою любимую. Именно в другом конце города она тогда жила. Уже вечерело. Идти минимум часа полтора. К тому же еще надо было зайти в магазин, взять на подарок теще конфет и бутылочку венца. Я все так и сделал. И выходя уже из магазина, встретил компанию девушек и парней. Мы вместе с ними работали в одном цехе. Зацепились языками, жила-была. И подвыпив немного с ними, уже захмелевший, я побрел дальше. В общем, дошел, позвонил в дверь. Думаю, откроет моя жена. Но не тут-то было. Открывает теща, улыбается и говорит. Привет, кавалер, заходи. Зашел. В квартире еще было две ее подруги с работы. Тоже ее возраста, такие вульгарные дамочки. На то время теща работала старшей медсестрой в детской больнице. Все эти три женщины сидели, выпивали. Я так понял, они на работе приняли поздравления. Там начали отмечать. А здесь по-домашнему решили продолжить с бутылочкой. Жена еще не приехала. Ну, я сел за стол, выпил с ними. Скажу честно, бухали эти дамочки. Ого-го. Мне за ними просто было не угнаться. Я конкретно окосил и уже пил через одну рюмку. Затем зазвонил домашний телефон. На то время еще не было мобилок. Звонил межгород. Звонила жена и сказала, что будет завтра с утра. Что-то там у нее не выходит. Ну, здесь я совсем расстроился, приуныл. И собрался было топать домой. А теща говорит, не дури. Я тебе сейчас постель постелю. Ложись, спи. Время позднее. Идти не близко. Да и к тому же завтра выходной. На работу идти тебе не надо. Да и дочке сюрприз будет. С утра ее встретишь. В общем, так и сделали. Лег. Быстро вырубился. Хмельные напитки мне в этом помогли. А выпивший я был тогда изрядно. Мама жены и ее подруги праздновали на кухне. Дальше я слышал отголоски шумной ее компании. Ночью я проснулся от того, что хотелось в туалет. Было тихо. Ни гостей, ни хозяйки. Квартиры слышно уже не было. Я не спеша поднялся с кровати. И в семейных труселях поплелся по нужде отлить. Иду такой на расслабоне. Еще пьяненький. Мимо комнаты. Краем глаза вижу. Горит тусклый огонек светильника. И работает телек. Ну и теща вроде его смотрит. Сходил. Полегчало. Возвращаюсь к себе в комнату. Поворачиваю голову, проходя мимо комнаты. Теща. И резко останавливаюсь. Я просто офигел. У меня перехватило дух от увиденной картины. Платье тещи задралось. И было видно абсолютно все. К тому же она была там вообще без ничего. Я был просто в шоке. И первое, что мне пришло в голову, что это мне снится. Просто да. Просто это сон. Я даже ущипнул себя раз. Затем еще раз. Уже посильнее. Почувствовав боль, я понял, что это реальность. Платье тещи сползло почти до пояса. Она лежала на боку спиной ко мне. Ноги были так сильно поджаты. И все, что находилось там посерединке, мне отчетливо было видно. Особенно, когда экран телевизора загорался светлыми тонами, то вообще четко все было видно. И вот сейчас, друзья мои, мне интересно, как бы поступили вы в этой ситуации? Напишите об этом в комментариях. Так как вариантов есть очень много. Я думаю, это как раз тот случай, который стоит нам с вами обсудить. Я же, скажу честно, минут пять просто тихонечко стоял и смотрел на нее. Да, просто стоял и смотрел. Затем наклонился, взял одеяло, чтобы ее укрыть. И уже более с ближнего вида увидел эту взрослую женщину, ее красивые полные ноги и все, что было там. Ну, вы поняли, да? О чем я? Палатка моих семейников торчала прям капец. Голова аж закружилась от увиденного. Я начал, не знаю почему, но начал по плечу окликивать ее. Но никакой реакции не было. Просто спит и все. В комнате стоял отчетливый перегар. Думаю, точно крепко спит. Ну, думаю, такой возможности больше не будет. В голове промелькнули все мужские фантазии, какие я рисовал в свое время. За все годы. Я аккуратненько прилег за ее спиной. Начал трогать. Затем поглаживать. Не помню, как вышло. Но опомнился, когда мой был там, где надо. При этом она как лежала на боку, так и лежала. Как спала до этого, так и спала сейчас. Ну, а я уже более осмелев делал свое дело. Пока не почувствовал распирающий зуд своего друга. Ну, в общем, я потрясающе слил прямо туда. Минут пять лежал еще рядом с ней. Потом поцеловал тещу в шею и сказал, с 8 марта вас. Пошел к себе в кровать. Она при этом как лежала, так и лежала дальше. Единственное, что мне показало, что она совсем даже не спала. И ей тоже все это приключение понравилось. Вот так я поздравил с Международным женским днем маму своей жены. Не скажу сразу, что история как бы вот на этом закончилась. Да, история на этом не оканчивается. Дальше было еще горячее. И как себя повела после этого теща? Как вы думаете? Если вам это интересно, то подписывайтесь на наш канал. А ссылки на другие горячие истории из моей жизни смотрите в описании ниже. Прямо под этим видео. Новые истории, новые видео уже в описании. Ставим лайки и подписываемся. Это канал Реальная Качалка. Жду ваших комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok